Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я изучаю города Порошу их прошлое я в их прошлом И даже если они его скрывают Сегодня это Усть-Каменогорск В нем больше символизма, чем в солнце Это металл, сеивший раздор похлещей булатной стали Золото! Насколько удивительно, как оно пронизывает долгую историю восточного Казахстана Взять золотое облачение мужчины, обнаруженное в 2004 году в одном из шелектинских курганов Вот видите, реконструкция костюма этого человека У него даже вот этот кафтан длиннее, чем, например, у Иссыкского У него украшений больше, и они разнообразнее Уникальные вот эти вот такие вот совершенно бляшки Они делались специально для похоронного обряда А вот эти вот, видите, вот эти вот мощные, массивные, литые бляшки Они даже некоторые чиненные, они потертые То есть он их все время носил Одевал, видимо, в каких-то церемониях, в какие-то такие торжественные моменты Одевал этот костюм Или золотые артефакты, изъятые из недр Берельской долины И заставившие научный мир вновь говорить о восточном Казахстане Когда вскрывали вот эти вот уже блоки с кусками этих лошадей Все эти лошади, они, видите, были украшены великолепными бляшками Сделанными из кедра и покрытыми золотой фольгой С элементами олова, видите, вот эти вот белого цвета, вот эти вот моменты Это олова Опять же золото стало причиной неуспешной поисковой экспедиции В которую Петр I направил майора Ивана Лихарева и следствием Закладки в 1720 году крепости в Усть-Егор На плоскодонных лодках в количестве 363 человек С мортирами, пушками они отправились по Иртышу и дошли до озера Заисан И Лихарев увидел, что на озере Заисан невозможно основать крепость Там нет тех природных условий, ни леса, ни камня для того, чтобы построить такое укрепление И по своим записям и по опросам прежней экспедиции Он как раз и понял, что такое место есть при впадении реки Ульбы в Иртыш Один из первых планов Усть-Каменогорска, по которому мы видим, что из себя представляла крепость Это был правильный четырехугольник с рвом, с валом, по вершине которого был построен Возведен полисадник высотой в человеческий рост И по углам с бастионами Площадь крепости была приблизительно один гектар Золотая нить событий тянется и приводит нас в 19 век В первой половине 19 века, когда в 1830-е годы происходит открытие золотых приисков В Усть-Каменогорском уезде И центр золотого промысла как раз располагался в Усть-Каменогорске И вот с этого периода, как раз вот с золотого этого бума и начинается и строительство города В воспоминаниях современников, датированных тем периодом, Усть-Каменогорск называли чуть ли не будущей Калифорнией И вот в чем дело На тот момент в уезде работали 132 золотых прииска А за последние 5 лет 1800-х промышленниками было добыто 205 пудов качественного золота А это почти в 3500 килограммов Город охватила золотая лихорадка, иначе не назовешь И имела она печальные последствия Ведь некоторые рудники прорубались прямо в горной породе, невзирая на риск обрушения Говорят, что летом 1896 года горожане только и обсуждали трагедию В которой 11 человек остались под завалами приисков Миновщикова и Хатимского Однако даже такая слава не останавливала удачливых коммерсантов Заселение, когда произошло, освоение лишь лежащих территорий Потому что вокруг же были, вокруг крепости, редуты, форпосты были Вот и тогда начинается освоение Вот и освоение и хозяйственное, и освоение рудных месторождений, золотого промысла Вот все это идет вместе Ну и, конечно, развивается торговля В 1897 год по переписи 8721 человек Уже в 1913 году это более 10 тысяч человек Но, тем не менее, это был небольшой город Все-таки Семипалатинск, это был губернский город, областной город Но в Усть-Каменогорске тоже были свои ярмарки Екатерининская ярмарка, которая проходила с конца ноября и в декабре Как раз вот и конец 19-го, начало 20-го века такое экономическое развитие края Начинается бурная и торговля Появляются иностранные компании Иностранные компании по продаже, например, вот швейных машинок «Зингер» Магазин здесь в Усть-Каменогорске появляется Их было более тысячи магазинов по всей России В том числе вот здесь, в Усть-Каменогорске Их продавали в кредит, эти машинки, выдавая специальные книжки Где по уплату вот этого кредита приклеивались омарки Открываются банки в начале 20-го века И кредитные товарищества, которые обслуживали средние слои населения Была найдена и банковская книжка городского Усть-Каменогорского банка Открытая в 1914 году на имя купца Семенова И мы видим, что он поддерживал отношения и с московским банком И со среднеазиатскими банками То есть это были торговые такие отношения Растущая экономика не могла не затронуть судоходную отрасль Поселения на берегу Большой реки Считается, что старт судоходства здесь был дан 6 февраля 1804 года Тогда горный инженер Фролов озадачился вопросом Перевозки сырья Зыряновского и Бухтарминского рудников На заводы Алтайского края Он создал чертежи, по которым был построен корабль Путешествие ученого началось в июле И успешно закончилось 1 августа У пристани Усть-Каменогорской крепости А вот речное сообщение между Усть-Каменогорском и другими городами Было открыто уже осенью Если в 1900 году по Иртышу курсировало 15 пароходов То уже через 11 лет их насчитывается 150 Это и буксирные пароходы, и пассажирские В 1804 году Усть-Каменогорск получает статус города К этому периоду Что из себя он представлял Ну, во-первых, за крепость Шагнул за крепость и стал развиваться на северо-восток Улицы брали свое начало от Иртыша И уходили к горам И прямым углом их пересекали переулки Улицы это Большая, Андреевская, Троицкая улица Впоследствии Никольская, Береговая И переулки с говорящими названиями Соляной, Крепостной, Соборный, Пожарный, Сенной К началу 20 века в Усть-Каменогорске Насчитывалось 10 тысяч жителей Купцы, торговцы, рудокопы, путешественники и работяги Всем этим людям нужно было место для проведения культурного досуга И в 1902 году здесь появилось здание Народного дома Он же стал первым театром Строительство Народного дома было таким большим явлением для уездного городка Даже тогда губернский областной Семипалатинск не имел своего Народного дома И если вот мы посмотрим и документы, и печать того периода То вот как раз можно прочесть о том, как идет, активно шла эта кампания Во-первых, давались всевозможные концерты на строительство Народного дома Была образована специальная комиссия, где купцы, жители города сдавали деньги Было собрано около 3 тысяч рублей Особой популярностью пользовались баллы «Маскарады», которые проходили на Рождество, на Новый год Где жители города приходили обязательно в костюмах В костюмах, чтобы их не могли узнать И состоялось вот такое празднество Один из жителей города надел, ну это уже было чуть попозже Маску, которая была, был костюм у него, у него была длинная рука одна Вот, и это тогда мэр был Михайлов, у него не было вот одной руки И якобы вот на взятотничество намекали городского мэра Сзади меня находится Народный дом И вот буквально в этом году, с января месяца, здесь находится Дом дружбы Ассамблей народа Восточного Казахстана Здесь у нас сейчас располагаются все этнокультурные объединения Проходят мероприятия, проходят концерты, их творческие отчеты В общем-то, как бы это здание до сих пор существует Именно как изначально было заложено и построено То есть несет ту же функцию, по сути дела За год до строительства Народного дома в Усть-Каменогорске появилось вот это вот здание Поворотное событие в сфере образования Ведь тогда дети начальное образование получали в приходских училищах После его окончания мальчики могли продолжить обучение в мужском высшем начальном училище Открытом в 1881 году А вот девушки были вынуждены ехать либо в Омск, либо в Семипалатинск И не у каждой семьи были такие средства И вот в 1901 году здесь было открыто Мариинское училище для девушек Среднее учебное заведение гимназия, женская гимназия Было открыто в 1914 году Первый выпуск состоялся в 1917 году Но при училище еще раньше были организованы педагогические курсы По окончанию этих курсов девушки ехали учителями начальных школ по селам нашей области Интересный такой момент, что, например, я думаю, что вы слышали о писателе Александре Милентьевича Волкове Который написал волшебник изумрудного города Вот это Александр Милентьевич Волков Родился у нас здесь в городе Был учителем в школах города И только потом уже в 20-е годы уехал И продолжил свою деятельность там В следующих выпусках вы узнаете Что производилось на заводе 2А Можно ли застать восточно-казахстанского соловья в Африке И как продвигаться по карьерной лестнице в Улье Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»